Добрый вечер. Итак, для того, чтобы оцифровать книги и распознать, получить текст, вам потребуется программа Abbey Fine Reader. Я пользуюсь 12-й версией, но не принципиального. Версии Abbey Fine Reader 6 мало что поменялось в лучшую сторону. Итак, по умолчанию язык распознавания русский, но так как книги будем сканировать на английском в основном, ставим сразу английский язык. Почему? Надо сразу выставить. Потому что как только будут отсканированы все страницы, запустится распознавание. Для того, чтобы не отменять распознавание русского и потом заново не запускать английский, лучше сразу выставить английский. Итак, нажимаем режим сканирования. 300dpi это более чем достаточно. Grayscale так и должно быть. Размер бумаги у нас А4 без вариантов. Но, собственно, нам нужно Multi-Page Scanning, для того, чтобы поток сканирования не останавливался. Зачем нужен скэнер Canon ScanLid? Потому что нам нужно достичь скорости 7 секунд на разворот. Мы можем добавить здесь, например, 2 секунды между сканами. Тут надо смотреть и регулировать, как будет успевать. Потому что книжку надо выставить ровненько. Это тоже уходит какое-то время. Собственно, для того, чтобы сканировать оптом, нужно иметь возможность 6-8 часов подряд сканировать, особо никуда не отходя. Тогда можно за день отсканировать домик толстой книги. Вот. Давайте попробуем. Книжку нужно прижимать. Толстые индийские книжки по Аюрведе. По-хорошему нужно разрезать. То есть корышок надо снимать, иначе внутренний угол книги будет нечитабельный, потом нераспознаваемый. То есть я свои книги по Аюрведе разрезал. Вот ту книгу, которую сейчас я сканирую, я еще не резал, но ее тоже надо будет резать, потому что внутренний край не виден. Я включил здесь обучение. Обучение хорошая вещь, но явно не сейчас. Нет. И так как я забыл переставить страницу, мы сейчас дважды отсканируем первый разворот. Надо проверить, вылезает ли весь текст. Я мог выставить неудачное. Для этого нужно открыть папку, куда складываются сканы, и посматривать. Иногда бывает, в 10-ти странице одну положу чуть криво, а так как поля в индийских книгах очень маленькие, то часть текста оказывается вне скана, значит, нужно заново сканировать. Ну, можно приноровиться сделать некоторые визуальные отметки на сканере, чтобы знать, до какого... ну, где должен быть угол книги, для того, чтобы весь текст захватить. Нажмем сейчас «Остановить». Значит... Для того, чтобы распознаваемый текст был чище, так как у нас много санскритских слов, записанных в латинской транслитерации, у меня есть видоизмененный шаблон для языка, который называется не English, а Sanskrit, и все отличие о том, что в нем учитываются определенные диакритики, диакритики, которые используются в транслитерации санскрита. по-хорошему, чтобы не потерять сканированное... А у меня бывало, я терял, но надо сохранить проект, чтобы все файлы складывались там, где вы знаете. не, они складываются. Хорошо, мои документы. «Бичарат камп». «Бичарат камп». «Бичарат камп». «Бичарат камп». Получается здесь сложена мета данные, а самой картинки нет. «Бичарат камп». «Бичарат камп». Сама картинка находится в другом месте. в общем здесь можно отъехать так надо смотреть этот край в книге виден или нет до 4 буквы я отрезал удачно так что тут есть два варианта сканировать не разворота каждую страницу это в два раза дольше на случай например чараки это неизбежно так и делал потому что здесь очень малые поля очень много текста поэтому ну вот например текст здесь распознан из-за того что книга не разрезанные вплотную не лежит получается вот это левое поле из-за этого придется разрезать книги потом их можно склеивать но из корышка их нужно вынимать иначе из-за этой ерунды придется сотни страниц перенабирать руками это не человеческий труд поэтому дешевле разрезать книгу иначе вот получается такая ерунда она недопустима это все этого всего нету когда книга разрезана вот когда текст нас устраивает здесь можно выбрать куда его отправить можно в пиде пиде записать в общем то помолчанию в вордовский файл нас нам и нужно по умолчанию остается все форматирование то есть весь мусор остается тут можно выставить не точную копию того что было форматированный текст может смотреть что это такой будет ну а потом на этот английский текст нам надо приводить в чувство то есть чтобы он совпадал со сканом потому что будем составлять подстрочник поэтому делать тройную работу нежелательно одно дело править распознанный текст другое дело править на каждой второй странице искореженный текст вот что бывает когда слева работы много на много месяцев но если работу сейчас не начать она никогда не будет сделана если я хочу почистить грязный текст у меня на такой случай есть м-эдитер продвинутый блокнот и я копирую текст текст текстовый редактор выделяю control x выразить и вставляю например в новый документ итак страницу за страницей во втором томе чароки без учета индекс индекс без учета индекс всего почти 700 страниц для того чтобы текст был однообразным текст 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 скорее всего повторяющийся элемент страница страницу хорошо присвоить ст чтобы потом легко верстать файл такой заголовок заголовок 2 документы нужно присылать английский язык многие слова угадываются даже без каких-либо подсказок игроков пробелы после и перед скобок убираем хотя это можно потом автоматом сделать значит слова которые не на английском а на санскрите по хорошему надо было выглядеть как-нибудь например курсивом для того чтобы потом легче править фрич лукс 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 значит у меня включен режим показывать невидимые знаки лукс работа нудная но нужная режем книгу сканируем по одной странице идеал 7 секунд на страницу собственно все это то как я работаю с обе fine reader то есть для санскрита у меня есть созданный мною шаблон он отличается тем что меньше мусора в словах где например встречается диакритика под согласными гласными диакритика над гласными как здесь такое достаточно много из-за нее образуется мусор в тех словах где иначе его бы не было в английских словах но в целом все равно результат лучше чем без нее то есть шаблон можно можно посмотреть user languages properties то есть помимо основных букв я просто добавил здесь то что используется в транслитерации для нагаре всевозможные варианты а язык основа латышский потому что там содержится собственно часть этих знаков вот если нужно заново распознать текст например вы распознали его как английский а сейчас хотите как санскрит распознать нужно здесь слева нужно нажать ctrl а выделить все страницы area и и и и delete all areas from the text то есть все страницы просто как страницы без какой-либо обработки можно заново запускать так обучение включил в настройках не нужно обучение хотя 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 если распознавать такую толстую книгу как например чарка самхита в пяти домах ну можно и посидеть и повозиться с тем чтобы показать ему какие буквы есть какие то есть процент ошибок где-то над 10 процентов может быть ниже тут надо смотреть то есть показать ему какие буквы как выглядят именно в этом шрифте ну что ж пробуйте это это наиболее удобная программа для распознавания текста что на русском что на английском он может быть и 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 в были в курсе вот мы так и выделяем их особенно, чтобы потом заново не проходиться. То есть текст у нас сформатированный не просто подряд, а вот заголовки, оставляем места под «Нагаре», собственно вот. Все, спасибо, до свидания.